У нас внизу находится не просто цоколь, а целый выдвижной ящик, сверху на котором находится платформа. Она надежно зафиксирована, никуда подо мной не гуляет, да, и смело можно даже на ней попрыгать. А теперь я попрошу свою замечательную напарницу, которая мне покажет... Итак, сегодня расскажем вам про новое наше изделие под названием Space Step. Это замечательная вещь, которая улучшает эргономику на кухне и очень хорошо вписывается в нашу концепцию Dynamic Space. В двух словах, это замечательная платформа, которая позволяет нам время стать немножко выше, да, максимум на 25 сантиметров, для того, чтобы получить доступ, удобный, более удобный доступ к верхним уровням шкафов. Если немножечко поближе мы посмотрим, я расскажу из чего состоит. Фактически это в каком-то смысле цокольный ящик нового формата, потому что у нас внизу находится не просто цоколь, а целый выдвижной ящик, сверху на котором находится платформа. И на самую эту платформу можно смело наступать. В этом основная идея, что у нас есть платформа, на которой встаю я со своими 120 килограммами, абсолютно ничего не боясь, потому что максимальная нагрузка целых 150, да. Минимальная высота, еще раз, 150 миллиметров, максимальная 250. Но это тоже не все, потому что на самом деле под этой платформой скрывается еще одна интересная вещь. Под ней скрывается обычный ящик. Соответственно, у нас теперь появилась возможность использовать то пространство, которое ранее считалось потерянным, потому что раньше здесь был просто цоколь. И если я закрою основной ящик, фактически, у меня классический вариант кухни с нижним смещением вовнутрь, для того, чтобы это было удобно подходить максимально близко к корпусу. Еще раз. Выдвинул. Встал. Она надежно зафиксирована, никуда подо мной не гуляет, да, и смело можно даже на ней попрыгать. А теперь я попрошу свою замечательную напарницу, которая мне покажет, насколько это удобно пользоваться, потому что для меня 25 сантиметров это на цыпочки встать. Обратите внимание, что она дотягивается до того уровня, до которого она бы, стоя внизу, просто бы не достала. И сейчас давай закроем. Я тебе немножко помог, попробуй теперь поставить это назад. И еще пару дополнений. Первое, это размеры по ширине. Минимальный, который мы рекомендуем брать, 400 миллиметров по фасаду. Все очень просто. Если сделать это меньше, чем 400 миллиметров, то стоять придется на одной ноге. То есть такой себе журавль. Максимальная ширина ограничена 1200 миллиметров. Соответственно, в рамках этих размеров можно делать все, что угодно. И еще один маленький нюанс касается непосредственно длины. Есть два варианта ступеньки, да. Первый вариант это 410 миллиметров. Второй вариант 460 миллиметров. При этом мы рекомендуем ящик снизу, который находится, брать на 4 сантиметра больше. Связано это исключительно с тем, что в таком случае у ступеньки ход будет короче, чем у ящика. И вот это вот движение, чтобы расстегнуть, будет существенно проще, чем это сделать вот так. Ногой это выглядит вот так. Выдвинул до конца и просто за край фасада дернул вперед. Субтитры сделал DimaTorzok